Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 6.00 по GMT данные по ВВП Германии, в 14.00 по GMT уровень доверия потребителей. В целом, с точки зрения содержания экономического календаря, нету каких-то серьезных стоящих драйверов. Дальше по ходу недели будет больше статистики из США и, соответственно, будем снова ловить какие-то интересные движения, прежде всего по доллару, который без того демонстрирует очень интересную динамику. Индекс доллара текущей котировки 100.75. Я думаю, что покупатели, какими бы рьяными они не были, уже смирились с неизбежным фактом того, что доллар протестирует уровень 100 пунктов. Вопрос, как сильно он просядет под этой планкой, это хороший вопрос. Видимо, ответы будут только лишь после того, как мы сможем оценить масштабы смягчения американской монетарной политики до конца этого года. Ну а пока мы ждем, как и все трейдеры, сентябрьское заседание, потому что очень хочется посмотреть, что в итоге решит ФРС, как он отреагирует на текущий августовский отчет по Non-Farm Perils, какое решение будет принято и будут ли пересмотрены прогнозы по экономическому росту и инфляции. Пока доллар может легко добраться до указанной планки в 100 пунктов на старых дрожжах в виде выступления главы американского регулятора Джерома Паула на симпозиуме в Джексон-Холле, главные поинты были в следующем, то что Паула впервые за долгое время признал готовность к смягчению экономической политики. В целом этого могло бы быть уже достаточно, чтобы мы еще больше поверили в идею ослабления американского доллара. Но он также отметил значительный прогресс ослабления инфляции и выразил уверенность в том, что инфляция достигнет целевого значения в 2%. Это, на мой взгляд, вообще первое заявление подобного формата, потому что обычно, когда у нас была возможность анализировать риторику Паула после заседания американского регулятора, были комментарии, что инфляция снижается, но пока еще нет уверенности в том, что эти темпы сохранятся и дальше. Сейчас, видимо, эта уверенность появилась. И, как сказал Паула, на текущий момент риск возобновления негативной динамики, он, по сути, нивелирован. А вот риск ухудшения ситуации на рынке труда присутствует. Поэтому несколько изменил приоритеты ФРС, и теперь его первоочередная задача – это забота о национальном рынке труда, поддержание его стабильности посредством стимулирования экономики через более низкую процветную ставку. И на этом я тоже предлагаю, друзья, вам сфокусироваться. Если ФРС будет активно бороться с охлаждением рынка труда, то после потенциально слабого non-farm perilса по итогам августа мы точно получим уже железобетонные доказательства того, что ставка будет снижена не только в сентябре. И по-прежнему открыт вопрос того, будет ли снижение ставки на 50 байсных пунктов. Буквально вчера мы возвращались к этой теме, и вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов была 38%. Сейчас, после того, как вышел сильный отчет по заказам товара длительного пользования, рост показателя на 9,9% – это в два раза лучше, чем ожидали эксперты. Оценка вероятности и масштаба снижения процветной ставки изменилась. И сейчас это 28,5%, соответственно, 71% трейдеров за то, чтобы ставка была снижена на 25 байсных пунктов. Все так же, как и раньше. Идеальные условия для продаж могут быть коррекционные откаты. Конечно же, я удивлен даже, что их не было за последнее время, учитывая, как много процентов индекса доллара потерял буквально за считанные недели. Поэтому нормально к ним относимся. Может быть, даже нужно снять перепроданность доллара, чтобы потом уже с новыми силами отправиться на тестирование новых и новых минимумов. Золото 1508 долларов за тройскую унцию, хайп был 2526. Мы вчера наблюдали за попытками золота обновить исторический максимум. Но пока силенок не хватило, я думаю, что в конечном счете хватит. Потому что все те факторы, которые я ранее называл, они также актуальны. Надеюсь, что вы понимаете, почему золото пользуется сейчас спросом. Дополнительный новостной фон в виде по-прежнему вновь обострившейся ситуации на Ближнем Востоке между Ливаном и Израилем – это тоже фактор поддержки для рынка драгоценных металлов. Европейская валюта против доллара 1.1165. Текущие котировки. Хочу отметить результаты последнего опроса, который был проведен Европейским Центральным Банком относительно стабильности цен и уровня инфляции. Большинство респондентов на перспективу ближайшего года отметили, что ожидают инфляцию на уровне 2,8%. Это существенно выше, чем было по прогнозу самого Европейского Центрального Банка. И это по-прежнему существенно выше, чем целевой ориентир. Данные по инфляции напрямую влияют на политику Европейского Центрального Банка. И тут же добавляем еще комментарии Филиппа Лейна, главного экономиста ЕЦБ, о том, что инфляционные риски сохраняются, поэтому Европейскому Центральному Банку не стоит торопиться с дополнительным смягчением национальной монетарной политики. Я об этом говорил не единожды, поэтому в целом на этом фоне мы тоже можем найти поддержку для главного валютного риска, если вам наскучила уже идея о покупке евро исключительно на слабости американского доллара. По британскому валютному активу похожа ситуация 1.3190. Опираемся, опять же, на риторику Бейли, который очень много говорил о том, какой Банк Англии молодец, добившийся снижения инфляции с двухзначных значений до 2,2%, но в конечном счете закончил свою речь тем, что Банк Англии был вынужден уже в этом месяце пересмотреть прогноз по инфляции из-за значительного роста деловой экономической активности и появившихся предпосылок того, что инфляция снова начала демонстрировать признаки роста. Напоминаю, друзья, то, что буквально пару недель назад мы анализировали данные по британскому рынку труда, и там основной акцент был сделан на высокие показатели по росту средней заработной платы. Это тоже то, что воздействует и влияет на потребительскую активность и сохраняет инфляцию повышенной. В этой связи Банк Англии пока замотивирован только лишь на одно максимум снижение ключевой процентной ставки. Когда оно будет, я думаю, что в лучшем случае в ноябре. И выжидательная позиция в тот момент, когда ФРС будет снижать процентную ставку, может стать дополнительным источником роста и британского валютного актива, и европейской валюты. Австралиец против доллара котировки 0,6780, новозеландская валюта 0,6214. Эти инструменты можно рассматривать в прямой связке, потому что их динамика напрямую зависит от того, что происходит с инфляцией и что будут делать Резервные банки Австралии и Резервные банки Новой Зеландии. Но мне больше всего из этих активов нравится австралийский доллар, потому что там очевидные сигналы на возможность повышения процентной ставки. Поэтому из этих инструментов я выбрал только лишь один. И вам тоже рекомендую ожидать пару австралийский доллар поближе к уровню 0,70. Рынок нефти 80 долларов за баррель из-за эскалации конфликта между Израилем и Ливаном. Несмотря на то, что были предпосылки для достижения соглашения о перемирии, все равно мы упираемся в риски перебоя поставок. В общем, это какая-то извечная уже тема на протяжении 10 месяцев. Мы вроде бы как готовимся к какому-то положительному следствию тех диалогов, которые проходили в сотрудничестве многих стран и ждали, что этот конфликт пойдет на спад. И тут ни с того ни с сего снова ситуация выходит из-под контроля. Мне уже, конечно же, надоело реагировать на всплески и политической напряженности, потому что они в корне тут же меняют тот фундаментальный фон, который мы накапливаем посредством адекватного соотношения спроса и предложений. Анализы того, сколько мировая экономика нефти потребляет, сколько нефти производится из-за ситуации, опять же, с действиями ОПЕК и снижением экономической активности в Китае. Но вот эти форс-мажорные обстоятельства, они вносят свою лепту. И в данном случае снова сломали наш сценарий того, что мы очень быстро закрепимся ниже планки 75 долларов за баррель, потому что именно рост напряженности стал причиной восстановления котировок района 80 долларов за баррель. Я сейчас слежу за сантиментом, пока он не подает очевидных сигналов того, что золото черное нужно покупать. И если толпа будет оставаться в длинных позициях, я, конечно же, никогда не присоединюсь к таким сделкам. И на текущем этапе удерживаю короткие позиции. Но если вы считаете, что нефть уже пошла вверх, друзья, принимайте решение вы, потому что только вам вести ответственность за то, что будет происходить на вашем счете. И пара доллар-японская иена 144,90. Снова делаю отсылку на комментарии заявления у Эды, главы Банка Японии, который в пятницу выступал в парламенте и дал понять то, что ставку снова как минимум один раз повысят в этом году. Когда? Думаю, что тоже в ноябре. И ожидание именно повышения процентной ставки на контрасте с действиями Федеризерова это точно тот фундамент, на котором можно отстраивать долгосрочные сделки и ждать, друзья, пару долларов иен уже в районе 140 иен за доллар. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!